10 сентября 2011 года житель деревни Гурино Пермской области Сергей Баяндин встретил в лесу странное существо двухметрового роста. С ног до головы оно было покрыто белой шерстью, которая светилась на солнце. Вечером еще несколько человек видели белого гиганта на опушке леса. Сторожилы уверены, в деревне появился Чочком Морт. Так здесь называют снежного человека. В конце февраля 2011 года китайские власти объявили запрет на посещение Тибета. Он сохранялся в течение всего марта 2011 года, по официальной версии в целях обеспечения безопасности иностранных туристов. На самом деле, 25 февраля 2011 года из пещеры Духов, расположенной недалеко от священной горы Кайлас, стал исходить странный звук. В течение марта на месте происшествия работала группа американских ученых. В одном из проходов подземного лабиринта им удалось обнаружить глубокую трещину. Именно оттуда и раздавался странный звук. Анализ записи, сделанный на месте происшествия, подтверждает звуки и сдают живое существо, которое находится под землей. То есть это не наши соседи по поверхности, по планете, по поверхности планеты. Это какие-то подземные жители. Известно, что система карстовых пещер находится и в Ростовской области. Там, в подземных лабиринтах, обитают неизвестные человечеству существа. То ли звери, то ли люди. Огромную ящерицу, похожую на змею, похожую и на крокодила одновременно, волосатую почему-то, что не свойственно рептилиям, встречали на протяжении всего 20 века. В 80-х годах ночной сторож консервного завода, расположенного на территории Кобяково-городище, видел чудовище собственными глазами. Под утро мужчина услышал сильный шум. Он выскочил на улицу и увидел, как часть холма, расположенного напротив склада, медленно уходила под землю. А в оголенной породе образовалось отверстие, ведущее вглубь. Сторож увидел, что произошел обвал, и открылось отверстие в бугре. Затем он, как он сказал, что увидел глаза в виде блюдец, ярко-желтого цвета, и раздал уши, раздирающий рел. Жители Кобяково жалуются, у них постоянно пропадают мелкие животные, куры и козы. По словам сторожилов, это дело рук таинственного зверя. Козы животных находились непосредственно возле этих самых входов. И также входы постоянно на разных частях этой местности образуются. Постоянно люди местные слышат непонятные шорохи, рычания. Вообще это место наводит довольно большой ужас на всех людей, которые живут в округе. Этот вход в подземелье Кобяково-городище образовался недавно. На стенах видны глубокие царапины, следы от когтей. Вот, кстати, те самые кости, о которых говорят. Разные останки. И вот такие вот кости постоянно находят. Это наводит ужас. После Великой Отечественной войны на границе Ростова и Оксая военные планировали построить подземный командный бункер «Скло». Разместить секретный объект собирались в самой аномальной точке Ростова, на Кобяковом городище. Возможно, военные хотели использовать древние тоннели. В 1949 году военные приступили к обследованию пещер в районе Кобяково-городище. Но все, что происходило дальше, говорит о том, что целью военных было вовсе не строительство. Они кого-то искали в заброшенных подземельях. Пошла пара солдат исследовать ход. Пошли с фонарями, совсем пошли и в определенное время не вывернулись. Послали вторых на поиск первых. Пошли и тоже, как будто исчезли в неизвестном направлении. Тогда послали пару, с рацией шли. Через 100 метров связь на полусловие оборвалась. Шесть солдат пропали без вести, но это не остановило военных. В пещеры была отправлена еще одна группа, на этот раз вооруженная автоматами и взрывчаткой. Через 100 метров они обнаружили растерзанные тела своих товарищей. Увидели, что лежат две нижних части туловища. Где-то разрезанные по пояс. Верхних частей не было. Складывалось впечатление, что людей растерзало гигантское животное. Недавно в руки исследователям попали секретные документы, которые проливают свет на тайну ростовского зверя. Оказалось, что до войны в подземельях Ростова существовала лаборатория, в которой проводились секретные эксперименты. Были найдены какие-то упоминания, архивные материалы о том, что когда фашисты наступали на Ростов, здесь до последнего стоял батальон НКВД, прикрывая какую-то лабораторию или что-то неведомое, находящееся на Зеленом острове. Возможно, в подземных бункерах проводили генетические и биологические эксперименты, и там был создан Кобяковский зверь. Скорее всего, эксперимент вышел из-под контроля. Животное-мутант уничтожило лабораторию, и перебравшись через подземные ходы на другую сторону Дона, обосновалось в Кобяковских пещерах. Военные несколько раз пытались уничтожить зверя. Подземелья, в которых местные жители видели чудовище, взрывали, а входы замуровывали. И еще один странный факт. В 1957 году на Кобяковском городище построили военный бункер. Он был оборудован по последнему слову техники. В бункер его строили военные. По идее, он должен выдержать ядерный удар, может даже что-нибудь помощнее. Уже много лет он заброшен. Военные покинули бункер в одночасье, бросив документы, технику, оружие. Убегая, они почему-то замуровывали коридоры, ведущие на нижние уровни. Вот, собственно, наглядный пример того, как военные спешки закрывали туннели. Из непосредственно Кобяково городище. Вот мы видим, что там, наверное, взорвали и заложили стеной. Чего-то боялись. Исследователи из группы Норт обследовали бункер и пришли к невероятному выводу. Военные подверглись нападению. Кобяковского зверя. Звери сегодня живет в Кобяковских подземельях. Здесь периодически образуются новые лазы, которые ведут с нижних ярусов на верхние. Кто их делает, непонятно. В один такой исследователи спустились. Да, там слышны шорохи, и это еще больше подгоняет ужаса. Честно говоря, немного сложно здесь находиться. Животных, которых, по мнению ученых, не существует, встречают в разных частях Земли. Самая известная Несси. Так ласково называют шотландцы лохнесское чудовище. Гордон Холмс, снявший этот видеоролик, утверждает, что увидел 15-метрового монстра случайно. Большинство исследователей сходятся во мнении, что Несси – это реликтовый плезиозавр из далекого прошлого, который периодически появляется в водах озера Лохнесс. Чупакабру, неуловимого вампира, нападающего на крестьянские и фермерские хозяйства, ученые тоже готовы считать мифом. Но факты говорят обратное. Вы видите кадры, сделанные в городе Копейске осенью прошлого года. Всех этих кроликов убил вампир Чупакабра. А в лесах средней полосы даже зимой люди встречают гигантских змей. Это и в Кировской области, и в Тверской области. Воочию крестьяне видели огромных змей. И в какой-то момент эти змеи воровали у них скот, козу, например. Где-то видели тоже какое-то странное змееобразное тело, которое ночью переползало через деревенскую улицу. Существует гипотеза, что доисторические монстры и чудовища приходят из прошлого. Согласно теории о многомерности Вселенной, где-то в параллельных мирах существуют миры прошлого и миры будущего. Если изобразить наш мир графически, то координаты любого объекта будут иметь три измерения. Длину, ширину и высоту. Объект может свободно перемещаться по этим трем измерениям. Но при этом он будет двигаться по шкале времени от прошлого к будущему с постоянной скоростью. В черных дырах все происходит наоборот. Возьмем, к примеру, горизонт события черной дыры. При прохождении через горизонт события к центру черной дыры, время становится многомерным, а пространство одномерным. По шкалам времени объект сможет перемещаться свободно, в любую сторону. А вот по шкале пространства объект будет двигаться только в одном направлении, от периферии к центру. Поэтому вырваться за пределы черной дыры невозможно. Такая многослойность и объемность времени характерны не только для пространства черной дыры, но и для нашего мира тоже. То есть время может быть многомерным. И один мир параллельный относительно другого может быть расположен как две плоскости. Но эти плоскости в какой-то момент могут деформироваться, изгибаться, и таким образом у них появляются общие точки. И через общие эти точки существа одного мира могут проникать в другой, в наш мир. И таких свидетельств и сейчас достаточно много. Особенно в Ростовской области, которая является аномальной зоной, разломы земной коры и подземные пустоты образуют сеть лабиринтов. Если предположить, что наше мироздание многомерно, то многомерность относительно нас может располагаться таким образом как бы снизу, как бы слоями, как слоеный пирог. И таким образом, чтобы проникнуть из одного мира в другой, нужно совершить часть физического перемещения в пространстве вниз. То есть путешествие в пещеру, как бы к центру Земли, может сопровождаться переходом в другой параллельный мир, расположенный как бы внизу. Здесь наблюдаются аномалии времени, а значит это идеальное место для перехода в параллельные миры. Когда мы брали некто чувствительных людей, экстрасенсов, биотерапевтов, они как бы развивали ясновидение, когда они входили в одну аномальную зону, потому что в других они чувствовали себя плохо. А вот в одной из зон они чувствовали себя нормально, но у них появились такие как искажения непонятные. И вот они чувствовали, что они, возможно, могут, как они говорили, перейти даже в другой мир. В параллельных мирах существует бесконечное число цивилизаций. Там сохранились разные формы жизни. Ящеры, динозавры, мамонты и даже человекообразные существа. Гоминоиды. Так ученые называют снежного человека. Наука криптозоология, которая изучает странных, неизвестных прочей науке существ, на мой взгляд, изучает неземных существ, то есть существ, которые не принадлежат нашему миру. Это вполне могут быть существа параллельных миров, которые проникают сюда на краткие мгновения и потом без следа исчезают. Это и вот эти змеи, анаконды, о которых я говорил. Это может быть там какая-нибудь чупакабра, которую тоже в разных частях мира иногда видят. И это может быть снежный человек. И снежных людей, и НЛО чаще всего наблюдают в аномальных зонах, там, где находятся порталы в параллельные миры. Можно предположить, что в момент искривления времени в одном пространстве могут появиться одновременно и космические корабли с будущего, и человек-обезьяна из прошлого. В августе 2010 года студент Роман Лукинов из Ростова-на-Дону наблюдал, как над главной аномальной зоной города, Зелёным островом, маневрировал жёлтый светящийся шар. Мне кажется, что это действительно был какой-то инопланетный объект, и то, что это не могло быть шаровой молнией, допустим, то же самое, или там самолётом, или спутником. Потому что это было совершенно из ряда он выходящий. Шар появился на закате, над лесным массивом, и сначала не вызвал у Романа никаких подозрений. Но через несколько минут он стал вести себя странно. Шар начал резко менять свою траекторию, пошёл зигзагом. Потом он остановился, совершил круг, опять же остановился, и затем начал резко удаляться и пропал. А на этой уникальной записи можно рассмотреть летающую тарелку, которая зависла над жилым массивом одного из спальных районов Ростова-на-Дону. На плёнке хорошо виден цвет, форма и даже материал, из которого сделан НЛО. Запись была сделана позапрошлым году, в 2009 или начало 2010-го, точно неизвестно. Тоже неясно, кто сделал. Эту запись прислал неизвестный человек в организацию Ростов-Аномальный. Раньше существовала организация, которая исследовала паранормальные явления в Ростове. Часто в районах, где наблюдают НЛО, возникают и другие аномалии. Выходят из строя точные приборы, отстают часы, ломается техника. Очевидцы рассказывают о странных тёмных фигурах, мелькающих среди деревьев. Те, кому удалось рассмотреть их поближе, утверждают, они видят снежного человека. 16-летняя дочь Марины Попович чуть не стала добычей снежного человека, а началось всё с наблюдения за манёврами НЛО. Это произошло во время научно-исследовательской экспедиции. По словам местных жителей, в горах стало появляться огромное человекообразное существо, которое пугало людей и животных. Никакие животные не выдерживают его присутствия. Собаки вообще закатываются, как лают, и падают даже. И кошки тоже на деревья залазят. Палаточный лагерь разбили высоко в горах, в том месте, где чаще всего появлялся снежный человек. Исследователи развесили вокруг палаток приманку, пищу, яркие лоскутки тканей, детские игрушки, в надежде, что снежный человек оставит следы. Предупредили нас, чтобы не шуметь, даже если где-то он будет появляться, не надо, он от испуга сразу исходит. Но вместо снежного человека над лагерем появилась летающая тарелка. Яркая звезда в небе, увеличиваясь в размерах, приближалась к лагерю. Первой заметила её дочка Марины Лаврентьевны. Мы все обомлели. Над лесом висит круг такой, как дирижабль. Только дирижабль продолговает, и это круглый. И светится по периферии. И луч точно-точно струёй, вот как струя луч, как струя, доходит до средины леса, на землю не падает. Если бы он на землю упал, он бы до нас дошёл, этот луч. Под утро Марина Лаврентьевна увидела, что её спящая дочка приподнялась над землёй и медленно выплывает из палатки. Движется, уходит из палатки, только не ногами, а её тянут. Она уже была на обрезе палатки, примерно метра три её протянули. Марина Лаврентьевна в ужасе закричала. Девочка проснулась и упала на землю, а от палатки в сторону кустов метнулась огромная чёрная тень. У неё шеи практически нет, голова прямо как вросла в плечи. И очень длинные большие руки, и нога, так палец отставлен как-то, в общем. Ну, человек только волосатый, шерсть длинная. Удивительно, но таинственное существо не оставило ни единого следа, словно передвигалось по воздуху, не касаясь земли. Со снежным человеком дело очень сложное, потому что они чувствуют, они не только чувствуют, они понимают, видят, они могут телепатировать, они могут телепатическим разговором вести, то есть понимать, что ты хочешь. И они ещё, самое интересное, могут летать. В 1928 году на плато Гиза в Египте были обнаружены странные каменные сооружения, напоминающие гигантские круги. Исследователи предположили, что с их помощью египетские жрецы путешествовали в Иные Миры и назвали их звёздными вратами. Так появился термин «телепортационные места», зоны, где происходят спонтанные перемещения объектов в пространстве и времени. Удалось обнаружить, что на нашей планете находятся 12 звёздных порталов, но работают они словно по графику, одновременно могут быть активны лишь два. В 2011 году в районе Черноморского побережья открылся один из порталов. В августе 2010-го жители Крымска наблюдали в небе светящиеся шары. А на следующее утро на окраине города появилась инопланетная отметина. Круг на поле в виде эллипса с расходящимися лучами. Трава была уложена колосок к колоску, травинка к травинке, в определённом направлении, по часовой стрелке. И никаких следов шин, протекторов, колёс. Свидетельствует о том, что на это поле заезжала какая-либо техника, их не было. С тех пор в окрестностях Крымска стали пропадать мелкие животные. А грибники и охотники замечали в лесу тёмные силуэты. Особенно часто это происходило около Мерчанского сельского поселения. Некое существо, покрытое тёмной шерстью, которое вышло с этой стороны леса, подошло к речке, встало на две лапы, перепрыгнуло с места на этот берег. Ну, это метра три-четыре как минимум, а может даже и пять. После чего быстро скрылось в той стороне леса. А в феврале 2011-го на трассе около реки Куафо Четверо местных жителей столкнулись лицом к лицу со снежным человеком. Говорят, Бигфут был напуган. Один из четырёх очевидцев, Усо Сардарьян, говорит, что существо напоминало человека или крупную обезьяну. Но откуда в кубанских перелесках человекообразная обезьяна? Что заметили? Ребята заметили, смотрите, какие волосы у него, что за чудище. Все они так удивились. И вот видно, что волосами покрыто, ни одежда, ничего такого. И он как заметил, что машина едет, он пули, асфальт пересекнул и туда влез. На следующий день местные власти собрали энтузиастов и попытались изловить диковинного зверя. В группе были милиционеры и профессиональные охотники. Вот, вот. Видите, как прямо с эти опятки. Как этот следок, видите? Несколько часов шли по следу, но не догнали. Усо Сардарьян тоже участвовал в погоне. Он всё ещё был под впечатлением от встречи с Йетти. В лесу, где находят стоянки Йетти, всегда наблюдаются магнитные аномалии. Можно предположить, что рядом с местами обитания снежных людей и находится портал в параллельный мир. Там Йетти скрываются от человеческих глаз. Кто же такие Йетти? У российских исследователей на этот счёт однозначное мнение. Мы считаем, что это всё-таки люди. И они, это, ну, как бы, какие-то предковые формы. В общем, древние люди. Вот, древние, может быть, люди, сохранившиеся до наших времён. Сегодня снежный человек существует рядом с человеком разумным. Он занимает отдельную экологическую нишу и практически не пересекается с нашей цивилизацией. В 1958 году в Академии наук СССР вышла монография профессора Бориса Поршнева. Современное состояние вопроса о реликтовых гоминоидах, в которой он доказал, что эти существа являются неандертальцами, дожившими до наших дней. Анализ ДНК снежного человека подтвердил эту версию. Результаты ДНК показывают, что это человек. Понимаете? Ну, возможно, там какие-то частные качества обладают, отличные от других людей. Но, по крайней мере, ДНК, по ДНК практически не отличается от человека. Генетики доказали, что современные люди и йети имели общего предка. Их пути разошлись около 600 тысяч лет назад, и два вида человекообразных вынуждены были сосуществовать вместе. Это был период острой конкуренции, битвы за еду и территории. Благодаря численному превосходству и более устойчивому иммунитету победу одержали кроманьонцы. А неандертальцы были истреблены. Но не все. Они, значит, приспособились к природе, развивались. Во-первых, они облили огромную физическую силу, размеры, там, все для того, чтобы... Но этого недостаточно. И они, видимо, вынуждены были развивать вот эти свои паранормальные способности, психофизические способности. Они могут воздействовать на животных, на людей, могут предотвращать, там, скажем, какие-то против них действия и так далее. Эти огромные человекообразные существа, покрытые густой шерстью, обитают в труднодоступных местах и стараются не показываться на глаза человеку. Родиной снежного человека принято считать Гималай. В непальском монастыре Тянгбочи хранится скальп снежного человека. То есть, сами монахи говорят, что йети – это не мифическое понятие, не духи, которым там можно какие-то подношения делать. Это не злые демоны, это именно физические существа. На Тибете снежного человека считают существом опасным. Встреча с ним может привести к болезни и даже смерти. Согласно тибетским поверьям, йети живут в гималайских пещерах и охраняют вход в священную подземную страну Шамбалу. Николай Константинович Рерих во время своих гималайских экспедиций отмечал, что когда экспедиция приближалась к определенным областям, проводники отказывались вести маршрут дальше. Он связывал это с тем, что экспедиция приблизилась к границе мифической страны Шамбалы. И вот именно в этих местах видят периодически йети, ну то есть снежных людей, как на тибетском они называются. В 1921 году на высоте 22 тысяч футов члены первой экспедиции на Эверест, руководил которой британский полковник Говард Берри, заметили цепочку следов, напоминающих человеческие. С одной лишь разницей. Размер ступни превышал 50 сантиметров. А расстояние между шагами составляло около полутора метров. Такие же цепочки гигантских следов были обнаружены на Северном Кавказе. Андрей Казарьян был участником этих событий. Это существо очень высокоинтеллектуальное, но при этом сильное, огромное, мощное, поэтому это вызывает страх. Человек, то, что не может объяснить, этого он начинает бояться. Не надо его бояться, не надо его трогать просто. В феврале 1996 года МЧС была организована экспедиция в труднодоступное Цицинское ущелье. Спасатели проводили испытания нового снаряжения. 15 человек должны были добраться до заброшенной турбазы приют Цице и совершить восхождение на гору Нагайчук. Когда мы пришли на приют, ну или на то, что от него осталось, поляна была совершенно девственна. То есть это снег, покрытый настом, покрытый коркой ледяной. На нем никаких следов. Спасатели переночевали на турбазе, а утром разбились на группы по два человека и отправились в горы. Каждая группа шла своим маршрутом. Впереди меня идущий спасатель остановился, я даже уперся лицом ему в спину. Потом он повернулся, и можно было сразу все понять по его глазам. Глаза были расширены, он показал мне на то место, куда смотрит, и просто в глазах его вопрос стоял. Ну, потом он его озвучил, назвал меня по имени, говорит, что это. Я смотрю туда, куда он показывает, и вижу два следа. Это были отпечатки человеческих ступней. Словно кто-то прошелся босиком по снегу. Но размер следов казался странным. Это мы их потом измеряли, у нас там нечем было, конечно, мерить. Линеек не было, но мы измеряли спичечным коробком, а он имеет определенный размер, 5 сантиметров. Вот 8,5 спичечных коробков, то есть где-то 42 сантиметра. Их должен был оставить человек как минимум трехметрового роста. Спасатели срочно вернулись на базу и поняли, и таинственный гигант побывал и там. Они обнаружили такие же следы прямо около дверей приюта. Вышел он откуда-то вот отсюда. То есть, а надо сказать, что на приют мы всегда попадаем вот отсюда. Вот его лицо, но здесь, я уже говорил, есть вот одна дверь, но она законопачена, потому что отсюда ветра, и чтобы не выхолаживать. А вот здесь вот вторая дверь, рабочая. Вышел он где-то здесь, не по тропе, конечно, он по тропе не ходит, где-то вот из лесу. И вот пошел. Вот здесь остановился. Пошел. Вот здесь остановился. Вот досюда он шел на цыпочках. Здесь уже пошел, ну, практически на прямой ноге, стопе. Но самое удивительное было в том, что следы внезапно появлялись и также внезапно исчезали, словно таинственное существо растворялось в воздухе. Этот же снежный человек в марте 1993 года спустился с гор к людям. На окраине поселка Каменомостский мальчишки обнаружили точно такие же следы. След обнаружен в 1993 году на хребте Мешока. Был залит гипсом. Принадлежит какому-то неизведанному существу. 56 сантиметров. С учетом вот этого подлива. Видимо, это подталинка была от солнца. В отличие от человеческого следа, у него обратная плоскостопие. А это отпечаток руки снежного человека. Ну вот моей руки не хватает, чтобы дотянуться до этого большого пальца. Четыре пальца я еще могу так расставить. А вот чтобы палец этот тоже отпечатался, я так не могу воспроизвести. У них, видимо, немножко другое строение кисти. И тем не менее, его принято считать человеком. Очевидцы описывают его как очень крупную, человекообразную обезьяну. Или как большого, лохматого человека в темной шерсти. Рост его под 2-3 метра. Руки очень длинные, мускулистое телосложение. Голова в форме конуса. Вытянутая тяжелые надбровные дуги. Сильная нижняя челюсть. Маленькие глаза. Своеобразная такая сутулая походка. Все это хорошо видно на этих кадрах. Они стали сенсацией 67-го года. Запись сделана в Северной Калифорнии. Паттерсону удалось снять на кинопленку снежного человека. Вернее, снежную женщину. Долгие годы это было единственное документальное свидетельство существования Йети. Это вот след той самой женщины, которая снята в фильме Паттерсона. В фильме Паттерсона в 1967 году вот этот единственный фильм был снят. И мы его анализировали именно в нашей стране, в России, когда привез один канадец этот фильм. И мы подключили специалистов разного профиля и доказали, что этот фильм реальный, настоящий. Вот такие метки находят в местах обитания снежного человека. Он плетет из веток или из огромных деревьев такие конструкции своеобразные, которые сделать не руками, зверю нельзя. Может быть, это какое-то подобие искусства или его тяга к эстетике. И вот мы полагаем, что это признак того, что он все-таки к человеку ближе, чем к обезьяне. Исследователи провели опыт. Они попытались установить контакт со снежным человеком. Хотя нам не удалось его ни разу еще увидеть, но мы наладили звуковой контакт. То есть в начале экспедиции мы били палками по стволам деревьев. Это было слышно, наверное, метров за 300 от лагеря. И в конце уже экспедиции он стал нам отвечать тем же самым стуком на стук. Руководитель Международного центра гоминологии Игорь Бурцев всю жизнь занимается изучением снежного человека. Он утверждает, ей эти разумные и могут общаться. В течение почти 50 лет семья Бигфутов жила на ферме американки Джанис Картер. Все началось в 1947 году, когда дедушка Джанис подобрал в лесу снежного ребенка. Он назвал его Фоксом и на протяжении многих лет помогал ему выживать. Он его даже учил языку, английскому языку. И индейские слова какие-то используют, вот эти Бигфуты, то есть тоже они общались. Джанис впервые встретила Бигфута в 1972 году. Ей было тогда всего 7 лет. Она случайно в саду, когда она работала в огороде, с дедушкой вдруг наткнулась на этого Фокса. Ему уже тогда было 28 лет по нашим подсчетам. Это был уже громадного роста, там 2 метра 20 сантиметров примерно, очень мощный Бигфут. Увидев перед собой чудовище, покрытое темной шерстью, Джанис, естественно, испугалась. Но на помощь пришел дедушка. Он уговорил Фокса отправиться в Освояси, а затем рассказал внучке об их странных соседях. Оказалось, что в лесу живет целое семейство Йетти. У этого Фокса в 1972 году как раз родились двое, двойняшка, двое близнецов. Потом у него рождались еще, у него и у его подруги Шеба ее называли, рождались дети. В общей сложности родилось шестеро детей. История Джанис Картера была настолько невероятной, что российский исследователь Игорь Бурцев решил проверить ее. Осенью 2004 года он отправился в Америку. В течение пяти недель Игорь Бурцев исследовал ферму и близлежащий лес. Он искал доказательства, следы Бигфута. Таким образом я убедился, что все-таки эти существа там действительно обитают. Мы так по ее рассказам насчитали, что посещает ферму в то время, когда я там был, 16 осадей. В лесу снежные люди оставляют характерные метки. Исследователи называют их маркерами. Именно такие знаки и обнаружил Игорь Бурцев во враге, где, по словам Джанис Картер, обитало семейство Фокса. У них деревья надламывают, ветки, сучки там и прочее. И оставляют таким образом какие-то метки для себя, для своих, для людей, я не знаю. И я вижу вот это растение надломанное, у меня сразу бы возникла мысль. Ага, это маркер, надо искать вокруг. В полуметре от маркеров Игорь нашел дом Бигфутов. Он был защищен со всех сторон деревьями и кустарником, а внутри выслан соломой. Рядом смотрим вот за этой вот согнутой елкой, вторая секция как бы, и тоже выслана сеном. И дальше еще между деревьями еще третья секция. Около стоянки исследователи обнаружили следы Бигфута и этот странный предмет. Игорь Бурцев назвал его игрушкой-етти. Она, видите, сделана из глины красной, и в нее запечатано пучок волос этого какого-то животного. Ну, мы можем только предположить, что это игрушка была для их малолетнего ребенка. Тогда у них был ребенок примерно полутора лет. А Дженнис Картер показала орудия труда, которые она находила около стоянки своих подопечных. Это ступка. Вот отверстие, туда можно вставить пестик, чтобы измельчать ягоды или орехи. Но пестик, к сожалению, потерян. Женщина утверждает, йети иногда ночуют в подвале дома. Чаще всех появляется Фокс. Он приходит через эту дверь. Дженнис всегда оставляет ее открытой, а в подвале вывешивает лакомство. Я первый увидел эти следы. Еще Дженнис там спала, по-моему. Не заходила в подвал. Я первый пришел. Каждый день я проверял. И смотрю, цепочка следов. Причем как? Один след идет прямо, другой вот так поперек. Один прямо, другой поперек. Судя по размеру следов, это был не Фокс. Их оставил йети подросток. Дженнис сразу поняла, кто приходил. Она назвала его Скики, Бисклярой. Но не сам Фокс пришел, а пришел вот его внук, можно сказать. И оставил свои следы, как такой вот несмышленый. Там же мы вешали еще под потолком, мы вешали пакет с кормом. И он взял этот корм, он разрезал пакет ногтем, видимо. Значит, пакет остался и цепочка следов вот к этому пакету. Игорь Бурцев уверен, что йети не только обладают интеллектом, но и способны испытывать человеческие чувства. Порой они ведут себя как люди. Когда Дженнис Картер переехала в Теннис, и семейство йети отправилось за ней. Анализируя рассказы о встречах со снежным человеком, исследователи пришли к выводу, что йети обладают целым рядом необычных способностей. У снежного человека, я считаю, что эти свойства выражены в такой степени, что он может контролировать ситуацию в окружающем его мире какими-то не вполне известными нам свойствами. Это существо может спровицировать какую-то идею на мозг, находящийся недалеко от человека, и внушить, что его нет, или внушить, наоборот, что он есть там, где его на самом деле не существует. То есть это, опять же, активное пользование тем, что мы называем таинственное явление человеческой психики, которое у нас выражено слабо, а у него выражено гораздо сильнее. Невероятные способности йети Наталья Волосова испытала на себе. Говорит, что встретиться с йети еще раз не хотела бы. Я лежала в палатке, и меня обуревал такой вот страх, холод какой-то, но холод не физический именно, а который шел изнутри. Это произошло три года назад в Адыгее. Женщина вместе с мужем отдыхала на турбазе. Спали в палатке под старой грушей. Йети появился у палатки неожиданно. Отчеты, вы слышали шаги, что человек как бы ходит вокруг тебя, и вот ты не видя его из палатки, ты чувствуешь, что он вот встал здесь, или он там подошел сюда. Наталья и ее муж впали в ступор. Они не могли пошевелить ни рукой, ни ногой. Существо явно собиралось на них напасть. Они очнулись утром с мыслью, что надо срочно уезжать из этого места. Ничего не говоря, они просто где-то в полдевятого утра вышли из палатки, и все дрожали, как мне подумалось, от холода. Они попросили кофе, выпили кофе, свалили все свои вещи в машину, не разбирая их практически, и уехали назад в Москву, хотя до этого собирались провести пять дней. Хозяин турбазы Сергей Косулин не сразу понял, что произошло. Ведь гости не объяснили свой странный поступок. Люди, мы как бы адекватно, их чудеса особо сильно не верим. И мы даже не могли рассказать кому-то об этом. То есть это было на уровне именно ощущений. Мы чувствовали себя своего рода высосанными. То есть мы взрослые люди, но нам было страшно оставаться там на следующую ночь. Лишь в Москве несколько лет спустя Сергей узнал причину внезапного отъезда. Их прогнал снежный человек, который жил на территории турбазы. Вот исходя из моего личного опыта общения, можно сказать, что эти существа, они обладают, во-первых, настоящим, самым настоящим сознанием, человеческим, я бы сказал, так, это раз. Во-вторых, у них, они очень мощные энергетические существа. Они способны без всяких сил, одной силой мысли, без всяких слов одной силой мысли вселять как бы страну, страх или радость человека. Сергей вспоминает свои ощущения от первой встречи с Йети. Он только убил один часток и планировал застройку. Шел вдоль склона и беседовал со строителем. Вдруг рядом с собой почувствовал чье-то присутствие. В метрах примерно восьми параллельно мне идет некое человекоподобное существо, метров примерно под три ростом. Все плотное, заросшее шерстью черного цвета. И голова, я не очень разобрался в строении головы, не успел, можно сказать. Какая-то, ну, не совсем, не череп человека, это голова какая-то была куполообразная, тоже достаточно черного цвета была. Сергей вернулся в его сторону. Несколько секунд они рассматривали друг друга, а затем существо растворилось в воздухе. То есть я понимаю, скорее всего, что это было воздействие какое-то гипнотическое, может быть, воздействие снежного человека на мое зрение. Я перестал его видеть, но не перестал его чувствовать. С тех пор Сергей ни на секунду не забывает о своем таинственном соседе. Несколько лет он делит с ним территорию. Конфликтов больше не было. Всегда удавалось договориться. Я был вынужден с ним считаться, с теми условиями, которые он мне поставил. И он попросил меня не делать ничего без его согласия. То есть если я буду строить, то я должен строить ближе к реке и не трогать склон. Склон – это его отчина, он там как бы считает его своим. За этим забором владение едьте. Здесь все заросло травой. Сергей показывает нам калитку, но предупреждает – ходить туда опасно. Вот эта калитка, мы ее закрываем, потом через несколько дней обнаруживаем, что она открыта. Причем следов человеческих ног или звериных ног вообще ничего нет. Вот эта трава была бы примята, но, к сожалению, к большому. Явно здесь кто-то ходит, может быть, с параллельного мира или еще как-то. В общем. Так что вот эта территория – это его. Вот. Эта территория моя. Сегодня популяция бигфутов стремительно растет. Снежный человек обладает интеллектом и способностями, которые люди называют паранормальными. Он не только умеет становиться невидимкой, но и владеет телепатией и гипнозом. А значит, может постоять за себя. Возможно, это какой-то эксперимент свыше. Вот нас пустили по пути цивилизации, так сказать, техногенной всяких революций и прочее. А их пустили по пути естественного развития. И вот кто из нас, как говорится, выживет. И есть такая точка зрения, что человечество вымрет в результате всяких там катастроф, экологических, ядерных и прочих. А вот эти существа останутся продолжать как бы род людской. Но если современному человеку придется сражаться с Йети за территорию, кто окажется сильнее неизвестно. Миф о миролюбивости Йети сильно преувеличен. В древних письменных источниках есть упоминание о том, что снежных людей использовали в качестве воинов. Огромная физическая сила и устрашающий вид делали их практически непобедимыми. В 20 веке мечта о создании универсального солдата будоражила многие умы. Ученые собирались скрещивать человека и обезьян. Илья Ильич Иванов, известный профессор, в то время биолог, он был отправлен в Гинейскую республику для того, чтобы поймать несколько человекообразных обезьян, в частности шимпанзе и горилл, и доставить их в Советскую Россию и попытаться путем каких-то генетических манипуляций на том уровне начала 30-х годов сделать невозможное. В Африке профессор Иванов увидел существо, которое изменило направление эксперимента. Он назвал его гибридный антрокоид. В одном из писем Иванов сообщил, он гораздо менее чувствителен к боли, неразборчив в пище. Важнейшее его преимущество – простота в управлении и безукоризненное послушание. Возможности использования безграничны. От работы в сырых забоях до солдатской службы. Скорее всего, Иванову удалось разыскать Йетти и доставить его в секретную лабораторию в Сухуме. Но есть данные, что подопытный жил в Сухумском питомнике вместе с обезьянами. И там сохранились свидетельства нескольких охранников. Они записаны о том, что туда возили женщин и пытались произвести какие-то скрещенные. И такие опыты, как выясняется, продолжались и дальше, и переключились они из питомника вот этого в Грузии, переключились на наши лагеря, сибирские лагеря, где для этого была более благоприятная база. Опыты проводились и в больничном управлении ГУЛАГа. Вот что написано в секретном отчете. «Выведена раса обезьян и людей. Они покрыты шерстью, обладают гиргулесовой силой и трудятся почти без отдыха. Растут быстрее, чем люди, и поэтому быстро становятся пригодными к работе». В одном из алтайских лагерей удалось за два или три года вывести вот этих гибридов, все-таки удалось скрестить пойманных самок или самцов снежного человека, соответственно, с мужчинами или женщинами. Искусственно вывели около тысячи подобных особей. По рассказам свидетелей, было принято решение поместить их в естественные условия. Этот рискованный эксперимент проводили на Алтае. Возможно, поэтому на Алтае и в Кемерово отмечается рекордное число случаев появления снежного человека. Летом 2050-го в Кемеровской области было обнаружено около 30 особей. По ночам они выходили из леса к таежным поселкам и воровали у сельчан баранов пикос. Если там он спектр барахтается, кого-то вытаскивать, он такое серое существо какое-то. В апреле 2011-го один из снежных людей провалился под лед. Спасали гоминоида всем поселкам. На речке, там же не все места замерзают. И тепло на сад западает. Родников-то много у нас там вообще. Там мужика встретили, говорят, так и так, говорит, мол, это какое-то существо вытаскивало, говорит. Алтайские особи намного умнее своих сородичей. Возможно, это и есть потомки искусственно выведенных монстров. Так кто же такой снежный человек? Существо, живущее рядом с нами на протяжении тысячелетий на Земле? Или таинственный пришелец из параллельных миров? Будущий захватчик? Конкурент человечества за планету? Или управляемый генетический эксперимент? Установить истину пока невозможно. КОНЕЦ